До самого масштабного, до самого яркого и грандиозного праздника для выпускников остаются считанные дни. Весенний бал в этом году состоится здесь, в самом сердце Оренбурга, на площади имени Ленина. Весенний бал – это не только те танцы, которые выпускники готовят в процессе всей подготовки к проекту. Это еще и огромное количество тематических площадок, которых в этом году будет гораздо больше. Всем привет, меня зовут Ксения, я являюсь организатором проекта «Весенний бал». Я работаю в компании «Уфанет», и мы уже третий год подряд проводим это мероприятие для вас, дорогие наши выпускники. Администрация города пошла к нам навстречу и даже перекрывает дороги для того, чтобы в этот день наших выпускников ничто не тревожил, и чтобы весь город мог прийти и понаслаждаться тем шоу, которое мы сделаем вместе с вами. Основная идея праздника в этом году – Оренбург, мой любимый город, и Оренбуржий – мой край родной. Поэтому мы для вас приготовили целых пять площадок, на которых вы сможете повеселиться перед шествием. Все площадки будут располагаться на проспекте Парковом, улице Цвилинга и в сквере имени Ленина, рядом с фонтаном. Площадка интеллектуальных игр и молодежная площадка будут располагаться как раз-таки на проспекте Парковом. Там вы сможете поучаствовать в различных хип-хоп и брейк-данс баттлах. Вы сможете послушать, как читает битбокс Карен. Вы сможете посмотреть, как выступают и читают рэп наши выпускники 2015 года. А еще поиграть в игры, между прочим, не такие уже, может быть, и активные, но однозначно шумные и интересные. Благодаря нашим партнерам – квест-играм «Да Винчи» и «Ни Кафе». Всем привет! Меня зовут Юля, я директор «Ни Кафе». Это заведение, в котором обычная жизнь выходит за рамки обыденного. В этом году мы решили стать участниками грандиозного события, которое проходит уже третий раз в городе Оренбург. И мы очень рады, что нас пригласили поучаствовать. Мы решили познакомить школьников с настольными играми. Мы выбрали самые интересные. Их у нас в заведении более 40, но мы решили выбрать несколько самых интересных, самых активных, веселых, и которые занимают не очень большое время для их объяснения и, в принципе, для игры. 23 мая на главном празднике для выпускников мы будем представлять школу танцев Хреда в такие направления, как хип-хоп, дэнс-холл и брейк-данс. Я очень любила ходить в школу, потому что там была всегда достаточно теплая, дружеская атмосфера. Мне очень нравилось там проводить время с друзьями. Школа – это такой второй дом, можно сказать. Ну, это такой путь, который все должны пройти в своей жизни. Это очень интересно, очень многому нас научило. Я не любила ходить в школу. Почему? Я не любила учиться, я любила ходить общаться с друзьями и так далее. Выпускное хотела. Мы не первый год принимаем участие, участвуем в Бале выпускников. В прошлом году мы принимали участие, представляли тоже современные направления. Этот праздник, ну, значимый для любого молодого человека, поэтому наши танцоры охотно откликнулись и решили принять участие в этом празднике. Во время весеннего бала мы будем делать прямой эфир, потому что такое событие нельзя просто пропустить, если ты не смог прийти на площадь. Поэтому для всех тех, кто остается дома, есть замечательная возможность включить 24-ю кнопку своего телевизора и посмотреть в прямом эфире, как это будет, как несколько тысяч выпускников пойдут в Полонези, как они будут танцевать все свои танцы, вальсы, браныли, в этом году хоровод. Прямой эфир никогда не обходится без гостей. У нас будет студия, которая будет находиться в Дворце Творчества и Молодежи имени Полиничка. Конечно же, к нам в гости придут сами выпускники, их родители, участники праздника, представители администрации, представители площадок, танцоры. В моем школьном детстве этого не было, и было очень грустно, потому что мы после последнего звонка собирались каждый раз, шли на Советскую, гуляли там, и, собственно, все, этим все заканчивалось. Очень здорово, что 23 мая в центре города, в самом сердце нашего любимого, дорогого Оренбурга состоится такой большой праздник. Я приглашаю всех, конечно же, веселиться, потому что погода будет замечательная, нам уже сказали, что будет очень тепло, легкий, прохладный летний ветерок, поэтому советую брать головные уборы, чтобы солнышко не напекло школьную голову. Ну и, конечно же, брать всех своих родственников, бабушек, дедушек, друзей, и всем вместе приходить на площадки, посетить обязательно фестивальную площадку, потому что там будет все самое интересное. Ребят, вы молодые, вы крутые и классные, и вообще... И коронную фазу мы раскачаем. Да. Скачали. Когда ты закачиваешь школу, это надо отметить по-настоящему круто, чтобы это заполнилось. И чтобы когда ты приходишь и давать интервью людям, ты даже не можешь вспомнить, что было на последнем звонке. У нас такого не было, когда у нас был последний звонок. Кстати, жаль, да, у нас очень много ребят. Мы учились танцевать вальс, но это была чисто наша инициатива. В спортзале. Мы, да, в спортзале собирались с одноклассниками, учились танцевать, но мы танцевали вальс на выпускном. С каждым годом мы стараемся сделать наш проект еще более интересным, а не обычным, классным и молодежным. И в этом году дизайнеры из Оренбургского государственного университета вышли к нам с инициативой и создали для вас и для нас, и для нашего праздника крутые арт-объекты. Там будут разные-разные буквы и разные-разные интересные штуки. В общем, я это вам не смогу сейчас все объяснить на словах. Короче, приходите и смотрите, и делайте фотки. Как я уже и говорила, тема праздника в этом году является любовь к родному краю. Оренбург – город многонациональный, много разных народов с разными традициями, с разной культурой. Именно об этом вы узнаете на площадке «Дружба народа», которая расположилась у нас в сквере имени Ленина и на улице Твилинга. Флэш-моб в этом году будет состоять из двух частей. Первая часть – это рок-н-ролл, вторая часть – это флэш-дэнс. Стали в красивую позу, накачиваем. И пошли справа и направо. И хлопок. И еще раз. Раз. И пошли. Локти. Оп. И направо. Отлично. Выпускник, не пропусти главное событие в своей жизни. Бери друзей и родителей и приходи 23 мая в 12.00 на площадь имени Ленина. А мы уже постараемся сделать этот день незабываемым. Я обещаю. Ждем вас 23 мая. На площади Ленина. На весеннем бале выпускников. Потанцуем вместе. Вот так. Третий год. Мы это делаем не просто так. В этом году у нас новое место, новая площадь. Это еще раз подтверждает, что праздник уже вошел в список обязательных праздников, на которые каждый горожанин, не то что выпускник, а каждый горожанин должен прийти. Мы постараемся этот день украсить выпускникам и сделать его ярким и запоминающимся. Класс. Весенний бал – это значимое событие для жизни любого школьника, поэтому мы всех приглашаем в 12.00 23 мая на площадь Ленина. А мы уже постараемся организовать для вас самые интересные игры. Встретимся 23 мая на бале выпускников. Дорогие выпускники, как вы, наверное, уже заметили, огромное количество людей трудится для того, чтобы сделать этот праздник просто незабываемым и позитивным для вас. Приглашаем вас 23 мая в 12 часов дня в площадь имени Ленина. Мы будем вас ждать в любую погоду. Продолжение следует...